Так, друзья, всем добрый день. Мы сегодня в гостях у Алексея Буриченко, эксперта по построению системных команд, по управлению командами, по развитию лидеров в его прекрасном офисе в центре Москвы. Про что мы начнем с тобой говорить? Про офис, про картины и про людей. Бурич, привет. Спасибо большое, что приехала сегодня и вытащила меня на такой диалог. Мне кажется, в наше время это очень важно. Я думаю, что мы можем начать говорить про людей, потому что без людей ничего не происходит. И в моей картине мира, в моей системе ценностей люди – это самое важное, что у нас окружается. Самое важное, что есть в бизнесе, в жизни и вообще на планете Земля. Что бы ты хотела узнать? Знаешь, мне сейчас, кажется, самое главное – это про то, как сдавать команды в кризис, как управлять командами в кризис и как мотивировать людей в такое непростое время. Мне кажется, сейчас это самая главная информация и она поможет всем нашим подписчикам. Да, действительно, мы сейчас переживаем очень непростой период. По дну я имею в виду не только конкретную компанию, но я имею в виду страну в целом. И на самом деле весь мир в глобальном формате. И понятно, что многие направления меняются, многие привычные парадигмы ломаются, изменяется привычный образ мышления и есть такая, ну вот поскольку я собственно из HR бизнеса и наш консалтинг основывается на оценке и развитии управленческого состава компании, в первую очередь, это топ-ненеджмент, мидл-ненеджмент. Есть такое очень хорошее выражение, то, что сделало вас успешным на сегодняшний день, совершенно не гарантирует ваш успех завтра. И действительно, есть много различных похожих выражений в литературе, в Юлис-Этеллое, помню, в Алисестрея Ильич, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать, а чтобы добраться куда-то, надо бежать еще быстрее. Поэтому, действительно, сейчас многие люди рассталкиваются с ситуацией, когда прежние системы управления, прежние форматы, прежние модели компетенции, прежние наборы навыков, они просто становятся, ну в общем-то, пережитком прошлого, потому что стратегии, которые были сформированы компаниями, люди, которые были подобраны под реализацию этих стратегий, и команды, которые были сформированы для реализации этих стратегий, к сожалению, сталкиваются с ситуацией, когда стратегии приходится пересматривать, отменять. Сейчас вообще стратегический горизонт планирования, мы скорее все время смеемся, что он сократился до двух часов. Потому что реально, как управляющий партнер международного планшета большого холдинга, я могу сказать, что с момента, собственно, да, вот всех таких глобальных изменений, которые мы переживаем с утра месяца, мы с утра планируем некоторые движения на день, и каждые полчаса сверяемся с новостной лентой, потому что в очередной раз приходят новости, приходится весь план, который мы с утра написали, просто вот так вот комкать, выбрасывать и садиться, переписывать заново. То есть реально горизонт планирования два часа. Он потихонечку начал, ну скажем так, стабилизироваться за последние там несколько недель, но я думаю, что все у нас ожидает в долгосрочной перспективе, но в таком формате мы будем еще достаточно времени пребывать. И поэтому действительно сейчас встает вопрос, а как же быстро и эффективно, собственно, перестраивать команды, пересматривать свои стратегические направления для того, чтобы удержать бизнес, сохранить людей и сохранить, собственно, линии развития. И здесь мы, конечно, прибегаем к научным методикам, да, с точки зрения оценки, как людей, как индивидуально, так и команд, для того, чтобы иметь очень хорошую подложку из той информации, которая помогает нам выстроить свои приоритетные направления и понять, как двигаться дальше. И это сильные стороны человека, потому что принципиально важно понимать, и как ни странно это может прозвучать, но очень большое количество людей, лидеров в том числе, не понимают и не осознают своих сильных сторон. То есть реально люди не всегда осознают, за счет чего они добились успеха. И за счет чего они могут добиваться успеха в будущем, что является их сильными сторонами в преломлении текущей ситуации. Поэтому понять и осознать свои сильные стороны – это принципиально важный аспект. Второй аспект в нашей оценке – это понять зону развития. А в чем я проседаю? Что является моей такой слепой зоной, с точки зрения моих компетенций, моего дальнейшего развития? Можно ли это развивать? Или это нужно компенсировать? И если это нужно компенсировать, то есть если нецелесообразно вкладывать большое количество времени и ресурсов в развитие этой зоны, ее можно скомпенсировать помощником, членом команды и так далее и тому подобное. Поэтому понимать свою зону развития тоже принципиально важно. Мы все сейчас находимся в стрессе. Уже много разговоров идет о том, что мир Вука, пресловутый, который всем уже надоел, смеялся миром Бани. Причем мир Бани, ну собственно если его смотреть по описанию, что значит Бани, мы сейчас не будем углубляться, но суть в том, что мир Бани описывается ровно так же, как обсессивно-компульсивное расстройство у человека. То есть мы сейчас живем в сумасшедшем мире, в мире, который переживает обсессивно-компульсивный синдром. И в этом мире все находятся в стрессе, а лидеры тем более, потому что лидеры и так каждый день в стрессе, потому что стресс вызван самим процессом постоянного принятия решений и взваливания на себя ответственности. А сейчас уровень этого стресса растет просто в геометрической прогрессии, потому что мы в ответе не только за себя, за свои жизни, но еще и как руководители за тех людей, которые на нас работают. У всех есть ипотеки, семьи, дети, планы на жизнь и так далее и тому подобное. И от нас сейчас зависит, как мы будем дальше двигаться вперед и как наш бизнес может обеспечить работу, собственно, большому количеству людей. Поэтому в стрессе мы все меняемся и наши привычные поведенческие паттерны могут сменяться в ту или иную сторону и мы можем вываливаться в так называемые деструкторы, в модели деструктивного поведения. А деструктивное поведение – это поведение в состоянии стресса. Соответственно, с этим поведением связаны очень большие риски. То есть, в первую очередь, надо себя стабилизировать, да, как питер их, как управленцы? Абсолютно. Абсолютно так, потому что, ну, золотое правило в самолете, когда правило конструктаж безопасности, да, в случае разгармотизации, значит, салона, в первую очередь наденьте маску кислородную на себя и уже потом на детей, на близких людей. Если не спасешь себя, не можешь помочь никому. И для руководителя это критически важно понимать, что в первую очередь стабилизировать действительно себя, развивать себя для того, чтобы иметь возможность помогать своей команде и окружению. Ну вот давайте какие-то прям вот от тебя рекомендации, как вот стабилизироваться лидеру, руководителю компании сегодня. Ну, первое, связано с осознанностью, с повышением собственной осознанности и пониманием себя. Для чего? Для того, чтобы уметь отслеживать, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Я сейчас адекватно, хладнокровно могу принимать решение или я сейчас в данный момент подвержен эмоциям, негативному воздействию внешней среды и испытываю гнев, разочарование, агрессию, желание уйти, закрыться и так далее, и так далее, и так далее. И вот через повышение вот этой самоосознанности мы учимся отслеживать свои состояния для того, чтобы вовремя дернуть стоп-кран. Если я сейчас осознаю, что я нахожусь в неадекватном состоянии с точки зрения избыточных эмоций, которые я переживаю, то принимать решение в таком состоянии может быть чревато. Особенно чем выше уровень позиции руководителя, тем выше цена ошибки, которые он может совершить. Поэтому повышение самоосознанности через отслеживание своих состояний это может прозвучать как какая-то крамола уже, и многие в это не верят, но на самом деле медитативные практики для возвращения в момент здесь и сейчас они сейчас, мне кажется, становятся все больше и больше востребованными. Я не говорю про какие-то долгие пути к просветлению, посвящению своей жизни, пути монаха, уход в буддизм и так далее. Нет, это простые практики концентрации внимания, простые практики снижения национального состояния, разновешивания национального состояния. Их достаточно много. Сейчас существует и большое количество даже приложений в телефонах, которые можно пользоваться, дабы, чтобы стабилизировать себя в моменте. Ну и потом работа с собственным личностным профилем. Первое – это медитация, да? Да. Осознанность. Второе – это понимание своего личностного профиля. Потому что, как я уже говорил, не все люди обладают определенным должным уровнем осознанности для того, чтобы понимать свои сильные стороны, зону развития и так далее. Я сейчас скажу результат исследования. И это реальное исследование, которое было проведено во многих странах мира на основании большого количества компаний, лидеров. Но оно достаточно смешное. Влияние личности человека на его эффективность в бизнесе в корреляции существенно выше, чем влияние Виагры на потенцию мужчины. То есть то, какие мы личности, как мы себя проявляем в социуме, как мы взаимодействуем с другими людьми, как мы подаем себя в взаимодействии, как мы умеем налаживать взаимоотношения, их поддерживать, как мы анализируем информацию, насколько мы осведомлены о том, что происходит в целом, насколько мы умеем контролировать свой эмоциональный фон. От этих составляющих наша эффективность в бизнесе зависит гораздо больше, чем потенция мужчины в Виаграх. Ты так сейчас много всего перечислил. Мне кажется, это такой долгий путь. А вот прямо сейчас, например, нужно принять решение, важное через 30 минут. Помедитировал, успокоился. Конкретные рекомендации. Вот все-таки я и говорю, вот, хотелось бы, чтобы прям какую-то конкретную пользу наши слушатели вынесли из нашего старого диалога. А, знаешь, когда мы говорим про какие-то большие, комплексные, сложные ситуации, всегда есть желание вот какого-то такого quick fix, да, быстренько пирюльку принять. Быстрые клетки, да. Принять пирюльку, и чтобы все стало хорошо. Ну, хотя бы первый шаг, понимаешь, сделай какую-то путь. Потому что, ну, пройти диагностику, да, то есть заранее. Я, например, тоже понимаю, что, например, если вы, если я сейчас хочу оказаться в определенном месте, то есть я должна была как бы начать туда путь, да, там, три года назад, например, или год назад, да, чтобы быть в определенном состоянии, в определенной стране, с определенным источником дохода и так далее. Мы сейчас просто можем сказать, что есть такой путь. Если ты хочешь стать эффективным управленником, тебе нужно узнать, кто ты есть, и тренировать свои вот эти скиллы, да, и способности. Вот, ну вот как бы в моменте. В моменте, ну, медитативные практики, они, на самом деле, длительного периода времени не всегда требуют. Есть практики, которые в моменте могут немножечко нас заземлить. Ну и потом, для каждого человека, ну, есть определенные ресурсные состояния. Побыть одному. Или, наоборот, пообщаться с человеком, который, там, точно поднимает нам настроение, дает, говорят, бодрости, энергии и так далее. И у нас у всех есть определенные места силы, есть определенные люди, которые передают, там, силу и энергию. Поэтому очень важно понимать, да, что меня возвращает в ресурсное состояние. Для кого-то это буквально выйти на пять секунд на улицу, просто вздохнуть воздухом, не в помещении, а на улице, да, холодного или теплого, и побыть в одиночестве, помолчать, да, послушать себя, заземлиться. Для кого-то это, наоборот, позвонить, я не знаю, жене, позвонить мужу, позвонить ребенку, да, спросить, как дела, поговорить пять минут. Поэтому в моменте это всегда, опять же, чтобы в моменте воспользоваться пепелюлькой, ее нужно заранее для себя подготовить, потому что она для всех разная, не существует, ну, скажем так, единого такого рецепта успеха для всех, подходящего для всех. Все через осознанность, все через понимание своего состояния в моменте и поиска вот этой ресурсной изюминки, которую мы можем применить для того, чтобы в это ресурсное состояние войти. Сколько, по твоим оценкам, по вашей методике, нужно времени? Например, там, есть какие-то годовые программы, три месяца, или хочу монтаж за пять минут? На самом деле, методика, которая позволяет оценить себя целиком и полностью, причем оценить, это очень важный момент, есть понятие самоидентичности и самооценки, а есть понятие репутации. И в бизнесе, для того, чтобы становиться эффективнее и развиваться, критически важно понимать свою репутацию. Потому что, ну, простой пример, условно, человек, я на себе всегда с мьюзингу, самоверония, в общем-то, помогает, помогает жить. Я могу считать себя сладкоголосым соловьем, и что все только бегут на совещание, чтобы послушать меня, любимого, потому что я так заливаюсь и очень красиво говорю. Это моя самооценка. Это тот человек, которого я вижу в зеркале каждое утро. А вот на самом деле коллеги, вполне возможно, бегут на совещание с одной только мыслью. И когда же он уже замолчит, аж слушать, ну, невозможно. Зануда, надоел, чушь несет, или еще что-нибудь. И вот это уже репутация. То есть, как меня воспринимают окружающие люди, это, по сути, и есть правдивая картинка меня самого. Мы очень часто... Но люди же могут быть объективными. Люди могут быть необъективными, но методика, которую мы используем, методика оценки, это научно выверенный инструмент, который мы получили в результате огромного многолетнего исследования на очень большой выборке. И эта выборка постоянно пополняется, то есть в систему постоянно погружаются новые данные у людей. На данный момент уже больше 18 миллионов человек прошло это тестирование. То есть, есть понятие надежности и валидности инструмента. Так вот, инструмент по своей валидности максимально близок к ассессуэн-центру. То есть, в моменте, ответив на ряд вопросов самостоятельно, то есть онлайн-тестирование, оно занимает где-то порядка часа, человек получает полную картинку по своему профилю личности в разрезе трех блоков. Это яркая сторона личности, то есть мой потенциал, на что я способен, в чем мои сильные стороны и где моя зона развития. Это темная сторона личности, мои деструкторы, что является моим рисковым поведением и как эти риски могут подражаться в бизнесе. И третий блок – это ценности, мотивы, предпочтения, что меня драйвит, что меня мотивирует, что является моей путеводной звездой по жизни, за которой я следую и делаю то, что я делаю. И это исследование показывает мою репутацию. То есть то, как меня воспринимают окружающие люди, но при этом абсолютно убирает вот эту необъективность, предвзятость, эффект ореола, который есть у людей и так далее. Потому что в исследовании не принимают участие третьи люди. То есть система настроена таким образом, что на базе очень большой выборки, нормированной на российских работниках, мы можем математическим путем высчитать репутацию человека. То есть получив ответы на определенные вопросы, эти ответы анализируются, и то, как человек отвечает на вопросы, формирует его репутацию в подавляющем большинстве людей. Поэтому мы очень быстро и эффективно можем получить картинку по себе, а как же меня воспринимают окружающие люди. И это является такой реальной фотографией меня со стороны. И это очень глубокое погружение в себя самого. Потому что, когда мы проводим сессии обратной связи с руководителями и анализируем полученные профили и перепроверяем их еще в формате такого интервью поведенческого, мы получаем полосальное количество инсайдов. Когда люди говорят, ага, так вот почему у меня вот такие взаимоотношения с командой, допустим. Так вот почему у меня не получается, или наоборот, так вот почему я так крут в этом направлении бизнеса. Потому что мои личностные характеристики предопределяют мой успех. А дальше, в соответствии с этим профилем, мы как раз выстраиваем вот эту линию, что человеку нужно развивать, как это можно развивать, и развивается ли это вообще. Потому что есть определенные показатели, которые, ну скажем так, очень сложно долго и муторно развивать и не всегда это целесообразно. А например какие? Ну, скажем так, развивается все, вопрос горизонта времени. Но это харизм. Очень большой запрос на харизму. Очень большой запрос на харизму. Харизму возможно развивать. Харизму вполне возможно развивать. Опять же, вопрос тресообразности вложенных сил и времени. Например, лидер компании, руководитель компании, он хочет через личный бренд усиливать свою компанию, свои услуги. Выступать публично, быть известным, выступать на конференциях и так далее. Ему нужна харизма для этого. Но при этом мы условно, помимо харизмы, есть еще очень много моментов. Ты говоришь, что человеку нужно публично выступать, человеку нужно хорошо нам поговорить, человеку нужно чувствовать себя раскованно в публичном выступлении и так далее. А по результатам оценки мы видим, что у человека очень низкая общительность и, к примеру, низкая межличностная восприимчивость. Что означает, что это человек, который будет избегать, в основном, публичных выступлений и будет чувствовать себя в них весьма и весьма некомфортно. Они не будут его заряжать, а будут высасывать просто энергию из человека. По уровню межличностной восприимчивости этот человек достаточно прямолинейный, может быть излишне жестким в взаимодействии с другими. Поэтому уровень его коммуникации может быть достаточно холодным и жестким по отношению к аудитории. И здесь вопрос, как, собственно, это менять в себе. Эти поведенческие особенности. Это возможно изменить. Я просто знаю, что есть такие теории, которые говорят о том, что не надо развивать вообще свои слабые стороны. То есть слабые стороны ты добавляешь через других людей. Просто это делегируешь, и это делает кто-то другой из твоих команд или подчиненных. А ты должен быть суперзвездой своих каких-то сильных сторон. Абсолютно. Ну это самый такой разумный и быстрый путь капитализироваться на своих сильных сторонах и компенсировать свои слабые стороны за счет команды. Это прекрасно. Но тогда вопрос. А если то направление бизнеса, в котором я работаю, в нем мои сильные стороны не очень нужны? Ну давай возьмем пример. Человек с очень высокой общительностью и высокой межличностной стримчивости. Человек, который такой social animal. Постоянно нужно взаимодействовать, контактировать. Легко входит в контакт с людьми, поддерживает взаимоотношения. Такой чудесный нетворкер. Совершенно прекрасный. Очень харизматичный, общительный, любознательный. Про кого ты конкретно сейчас говоришь? Вообще, собирательный образ. Нет, нет, собирательный образ. Аудитовская компания. А этот человек... Бухгалтер. Бухгалтер. Или финансовый контролер. Так. Насколько эта яркая, сильная сторона в контексте конкретной должности будет для человека сильной стороной как каковой? Слушай, ну вообще, вопрос с подвохом. Я знала, про кого ты сейчас говоришь. Нет, нет, нет. Так, расскажи, а я тебе расскажу свою историю. Понятно, что это утрированный пример. И там гораздо больше других плоскостей, на которые нужно обращать внимания. Но одно дело, тут еще вот, давай конкретный кейс, да? Но если этот финансовый контролер, грубо говоря, идет по пути продажи финансовых услуг, это один вопрос. А если этому человеку конкретно нужно сидеть с утра до вечера и ковыряться в финансовой отчетности в бэк-офисе, не контактируя с людьми, а только с компьютером, скорее всего, для этого человека это будет просто невыносимая мука. Ну подожди, можно же переключаться между ролями. Вот, можно переключаться между... Можно переключаться между ролями. То есть, ну, опять же, я могу в пример приводить только себя и рассказывать только всегда про свой опыт. Вот у меня такая же история. То есть мне нравится коммуницировать, общаться. И одновременно с этим у меня есть проекты, которые должны погружаться в цифры, разбираться с аналитиками и так далее. Я могу сказать, что я могу и то, и это, просто на переключение между режимами уходит намного больше времени. Вот. Например, если я где-то со всеми общаюсь, схожусь, то есть мне как минимум сутки нужно, чтобы усидеться за... как бы усадить себя за отчеты, сидеть, разбираться. Если я смотрю по своему расписанию, что у меня, например, в течение недели там несколько, ну, вот прям встречи с Пушняком, а у меня проект, который нужно сделать, я просто сажаю человека, аудитора, который, соответственно, делает эту работу. То есть, ну, как бы через делегирование. Здесь вопрос, действительно, мне кажется, тогда тонкий приоритет понимания, как вот, ну, взаимодействие с миром, да, с миром, с людьми, с клиентами. И это... Ну, это правда. То есть, переключаться можно научиться, но здесь еще, конечно, опять же, я повторю, что это утрированный достаточно пример. Здесь нужно смотреть на конкретные проявления по тем или иным параметрам, которые мы смотрим в профиль личности человека. Грубо говоря, туда подключается еще, ну, в конкретном примере, да, если мы говорим про финансового контролера, допустим, да, и аудитора, и параметры общительности. Дальше будут подключаться параметры и адаптации, и параметры, ну, то есть, эмоциональной стабильности и способности анализировать некоторую остойчивость. И любознательность, и подход к обучению. Туда будут подключаться и параметры организованности, насколько человек вообще способен углубляться в детали, быть усидчивым, да, и так далее. Слушай, ну, мы такой сложный пример взяли, потому что, с одной стороны, это вот совмещение двух ролей, с другой стороны, это совмещение вообще двух разных функций, да, потому что, с одной стороны, получается, ты топ-менеджер и эксперт. Вот топ-менеджер и вот бизнес-менеджер. Я вообще выделила три роли, вот как-то вот. Ты мне скажи, если вдруг я не права, да, то есть, есть эксперты, которые вот просто супер-стар, да, супер-звезд во своей какой-то избранной области. Есть люди-топ-менеджеры, то есть, это обычно работает в крупных корпорациях, и есть люди-предприниматели. То есть, вот эти три функции, они вообще сложно совместимые, потому что предприниматели обычно, они, наоборот, нанимают и первых, и вторых, то есть, и экспертов, и топ-менеджеров. И вот у меня, как-то в ближнем круге, я очень много людей, которые вырастают из экспертов в предпринимателе. То есть, они говорят, начинается с того, что я не хочу работать на дядю, да, они переходят в новый статус, и тут они получают, получается, видят, что у них не хватает вот этих скиллов предпринимательских, потому что управлять людьми, вот эти управленческие истории, это вообще про другое. Это не про то, как сделать классный баланс, это про то, как найти нужных людей, их оценить, поставить им четко задачу, проконтролировать исполнение, да, и, как бы, вот, скажи мне, в вашей системе, которую ты практикуешь, это вот три роли, либо их больше, потому что я вот из практики их. Мы в этой системе даже не говорим про роли, мы говорим про личностные особенности, и про аналитику личностных характеристик, личностных особенностей, поведенческих особенностей, да, устойчивых поведенческих паттернов. А предпринимательский профиль, это совершенно отдельный профиль, да, точно так же, как, допустим, профиль эксперта, или профиль топ-менеджера. Все зависит от контекста. А вот, как я сказал, да, личностные особенности, насколько я общительный или, наоборот, закрытый человек, насколько я прямолинейный или очень такой поликорректный, мягкий, да, с которым вообще, ну, человек-дужка, с которым приятно общаться, да, насколько я стратегичен в своем видении, или, наоборот, тактически заточенный человек, обращающий внимание на все детали и простраивающий пошаговые планы. Ни одна, ни другая правильность, ни одно, ни другое проявление без контекста не может быть ни положительным, ни отрицательным. Ну, хорошо, но общительный я. Это плюс или минус? Я не знаю. В зависимости от контекста. Если мне нужно строить, там, нетворкинговую сеть, да, это плюс. Если мне нужно сидеть в бэк-офисе, грубо говоря, и практически ни с кем не общаться, а, наверное, больше плюсов будет, если я буду менее общительный и больше времени фокусироваться на деталях. То есть получается, что когда к тебе приходят люди на диагностику, они говорят, вот кто я есть, то есть они, получается, отвечают тебе на вопрос, вот кто я есть, вот куда я хочу прийти, они тебе рассказывают. Достаточно ли у меня вот этих компетенций, и по какому пути мне нужно пойти, чтобы оказаться в точке В? Именно так. Мы скрещиваем контекст человека, бизнес-контекст с его личностными особенностями, и только тогда мы можем простраивать вот эту траекторию движения, только тогда мы можем сказать, что да, это ваша сильная сторона в рамках этого контекста. Если вас вырвать из этого контекста и поместить совершенно другой, в иную корпоративную культуру, с иными задачами, с иными ценностями, с иными вызовами, вполне возможно, что ваша сильная сторона может обратиться в зону развития. Как, к примеру, был такой яркий пример. Девушка, которую подбирали в нефтегазовую отрасль, ну, там, видимо, был неправильно настроенный процесс подбора, девушка пришла из корпоративной культуры, такой открытой, нацеленной на обмен информацией, на взаимодействие, очень теплая корпоративная культура, такая теплая команда, очень поддерживающая и так далее, она пришла в нефтегазовую отрасль и начала вести себя точно так же, как она вела себя в предыдущей компании. где она была действительно звездой, потому что она была заточена под эту культуру, под этот контекст. У нефтегазовой отрасли спустя три месяца девушка впала в такую глубочайшую вообще... Я не могу сказать, что это депрессия, потому что депрессия – клинический термин, я не клинический психолог, чтобы приписывать человеку. Девушка просто в отчаянии пришла, потому что она говорит, я не понимаю, я стараюсь быть открытой, я стараюсь быть теплой, дружелюбной, я стараюсь делиться информацией и быть такой эггей-гей скрепой в команде, а она меня смотрит как на умалишенную и ходит бухтят, чтобы достала своими разговорами и так далее. Потому что культура абсолютно иная, культура очень жесткая, холодная, закрытая, жестко конкурентная внутри между собой. И вот эти все дружеские заходы по поводу сплочения команды, они вызывают только саркастические усмешки и поглядывание искоса. А ее вы не вводили в должность, получается, да? Ну, это отдельная история, как там происходила процедура онбординга и вообще почему она попала в эту организацию, как происходила процедура найма, оценки перед наймом. Но сам факт, что человек, который был силен в одном контексте, попадает в другой контекст и вообще не подходит под него. Есть много случаев, когда, грубо говоря, какая-нибудь FMCG-компания, допустим, берет крутого маркетолога из спорттоваров, думая, что ну вот он там показал какие-то невероятные результаты, как маркетолог. Поэтому наверняка и у нас он тоже будет очень крутым. А в FMCG человек не показывает вообще никаких результатов. Ну, потому что другой контекст. Другой контекст, другая культура, другие вызовы. И поэтому нельзя, ну, грубо говоря, из контекста в контекст, причем в разный контексте бросать человека, предполагая, что он будет равный, эффективен и там и здесь. Это абсолютно такое заблуждение большое. Поэтому как раз-таки оценка, которую мы проводим, она действительно имеет пользу только в рамках контекста, который мы понимаем. И уже прикладывая на контекст, мы строим трек развития. Давай мы с тобой вернемся к началу. Значит, у нас получилось, что третье, вот мы с тобой два разобрали, это осознанно знать свое индивидуальное субъекты через диагностику, а третье, что лидерам, что делать лидерам сейчас в кризис. У нас с тобой три, что делать для лидеров, и три, что делать должно быть, как управлять командой сотрудников сейчас в кризис. Как было? Ну, я, может быть, немножко в профессиональные термины буду уходить, но точно совершенно нужно развивать те компетенции, которые востребованы в конкретных ситуациях. Модели компетенции, как я вначале говорил... Лидер в кризис, вот три компетенции какие. Вот третья, какая самая важная. Это понятно, что их там 100 миллионов, да? Исходя из твоей российской практики. Вот, давай возьми твою российскую практику, вот практику последнего, последних полутора месяцев. Что сейчас работает? Здесь тоже мне приходится всегда так, ну, сдержанно высказывание быть, потому что сколько клиентов, у нас там порядка 380 компаний, активных клиентов наши. Здесь в России. Да, не только в России, с которыми мы регулярно взаимодействуем. И плюс-минус есть 380 разных моделей компетенций, которые используют люди. Конечно, сейчас на первый план выходит критическое мышление и способность креативно мыслить и видеть вещи по другим углам. Способность видеть возможности там, где другие их не различают. Потому что сейчас рушатся все цепочки взаимодействия. Каждый день приходится выдумывать новые способы совершения тех же операций. Привычные. То, что казалось абсолютно рутинным, становится невыполнимым. И приходится перепридумывать и бизнес-процессы, и линии коммуникации, и линии взаимодействия. Поэтому способность не видеть вещи по другим углам через другую призму. И способность не просто видеть возможности, но еще и грамотно ими пользоваться и простраивать пути с учетом законодательства, с учетом изменчивости окружающих обстоятельств, оценивать риски. И обладать такой здоровой долей авантюризма. Но это сейчас критически необходимо. Как мы эти компетенции будем называть с точки зрения верхнеуровневых заявлений, не столь важно. Важно, как мы будем описывать эти компетенции с точки зрения конкретных поведенческих кандидататоров. Что мы вкладываем в понятие. быть стратегом тоже сейчас становится немножко искаженное понимание. Потому что раньше стратегию строили на 5 лет вперед. Это было очень большое мизионерство. то сейчас, возвращаясь к началу нашего разговора, горизонт планирования стратегического 2 часа. Ну, пускай и неделя. Это прямо в лучшем случае. Поэтому немножко сдвигаются парадигмы привычные для времени до 24 февраля. Знаешь, мне кажется, вот сейчас, наоборот, надо как раз таки не прыгнуть за горизонт планирования. У меня даже такой вот недавно был инсайд. За пределы собственной жизни. Поставить цель за пределами собственной жизни. Это причем это не я придумала, а ко мне это просто как осознание пришло. По-моему, это у, в общем, какого-то из наших российских практиков. Вот. Я слышала. Я слышала, я не читала, я слышала, что такая история была. А потом как-то я вот... У меня очень много сейчас ведет через как-то динамическую медитацию. Я очень много хожу. И на прогулках вот приходит только осознание. И, с одной стороны, я согласна, что краткосрочное планирование, вот, оно сократилось до, там, буквально двух часов, двух-трех часов. Но долгосрочное, наоборот, просто стало каким-то очень масштабным и вот просто очень долговременным. То есть, если мы сейчас собираемся что-то строить, это нужно строить на века и на столетия. Абсолютно. К сожалению, не все способны заглянуть так далеко. Есть в этом определенная доля правды. Действительно важна такая сверхзадача. На что опираться тогда? Вот, чтобы заглянуть так далеко, это нужно опираться на что-то настолько стабильное внутри себя, причем. Не во внешнем мире, в котором все вот рушится ежемоментно, да? А на что-то внутри себя, чтобы просто вот... Абсолютно. Это как видение, понимаешь? Это как манифест должно быть, понимаешь? Вот я это просто вижу и чувствую так. Абсолютно согласен, в любые турбулентные времена очень важно иметь что-то твердое, на что нужно опираться. И это твердое не всегда во внешнем мире. Это твердое очень часто мы можем найти внутри. Действительно, как вот свою противодную звезду, как некий этический принцип, как некую ценность, которую я несу сквозь всю жизнь, и как некую принципиальную позицию, с которой я не буду сворачивать. И только оперевшись на это твердое, мы можем, собственно, отстраивать какой-то путь вперед. Потому что неважно, как нас шатает, если мы не видим конечной цели, если мы не понимаем, куда мы идем, то нас как шлюпку без пауза, да, может кидать просто по океану во все стороны, в итоге потопит. Но если мы хотя бы примерно видим какой-то проблеск маячка, где-то далеко, мы можем, как минимум, в любой шторм пытаться удержать вот эту линию и плыть в сторону этого маяка, который мы видим. Да, понятно, что в моменте нам придется адаптироваться гораздо больше и быстрее, но маяк должен быть всегда в фокусе нашего внимания. Подтверждаешь? Подтверждаю. Кстати, я вспомнила, вот это раз он сказал. Буквально недавно я был на очень интересном мероприятии, это форум Сталспешных Романтиков, где встречаются, как следует из названия, нас было порядка ста человек, и это все предприниматели, руководители разного уровня, владельцы бизнесов, которые делились, ну, какими-то самыми важными вехами в своей жизни, и конкретное мероприятие было посвящено теме, что же можно делать вместе, что можно сейчас, в наши времена, делать вместе, потому что сейчас открывается какое-то колоссальное количество возможностей, то есть понятно, что этот кризис, в который мы вошли, в общем, как страна, как общество, как человечество, на мой взгляд, в целом, открывает для нас, вот с одной стороны, как кучу проблем, так и кучу возможностей, которые можно сейчас реализовывать. И там было выступление моего товарища, Константина Попова, командора морской практики, и у него было очень яркое выступление про его жизнь, и, собственно, про его морские путешествия, и он приводил пример, как его, значит, обучал один из его инструкторов, таких преподавателей по морскому делу, у которого он, собственно, учится практически всю свою жизнь. И, значит, он говорил, что когда дети только начинают познавать азы морской практики, они, ну, ягдин был спортом в первую очередь, они тренируются на маленьких лодочках под названием «Оптивисты». Да, это лодочка такая малюсенькая, с одним парусом, там, с веселками, чуть больше полутора метров в длину. Вот так и называется, да? Да, лодочка называется «Оптивист». И при, значит, что для этой лодочки важно. При разворотах эта лодка настолько юркая и маневренная, что при любом развороте она теряет максимум полкорпуса. Ну, корпус. Это вот максимальная потеря, допустим, в гонке с другими лодочками – это корпус. И чем вертлянее, да, капитан этой лодочки, чем больше и маневреннее он ведет в гонку, тем больше шансов, что он выиграет. Где-то поймает ветер, где-то поймает течение, потому что маневр не так страшен, да? При маневре ты теряешь всего лишь один корпус, который ты очень быстро можешь догнать. Поэтому для маленького корабля, как и для маленькой компании, критически важно, максимально быстро адаптироваться к изменению, максимально быстро и легко расставаться со старыми пережитками и перестраиваться на новые возможности. И тут же Константин рассказывал про большие корабли. Когда я перешел в новый класс парусных судов, встретился с тем же самым своим инструктором, который сказал, Костя, теперь забудь все, чем я тебя учил на маленьких лодочках, потому что здесь все по-другому. Если брать большие, там, стометровые яхты парусные, при развороте они теряют до 50 корпусов. При маневре яхта может потерять до 50 корпусов в гонке. Это смерти подобно. Поэтому, если ты маленький, крутись, вертись и адаптируйся под новые возможности. Если ты большой, ни в коем случае нельзя потерять ход. Нельзя сбросить скорость. Даже если ты двигаешься в очень каком-то широком конусе, но хотя бы примерно в сторону своего маяка, как можно дольше не меняй кардинальное направление. Потому что потерять ход для большого корабля, потерять вот эти обороты, потерять инерцию для большого корабля, это смерти подобно. Отыграть один корпус совершенно невыносимо тому, что отыграть от 50 корпусов. Их можно никогда и не отыграть, и просто утонуть. Поэтому, в зависимости от размера компании, да, понятно, что в локальных процессах можно все равно адаптироваться внутри организации. Но с точки зрения своего стратегического движения, чем больше компания, тем более смертельно для нее кардинальные изменения. А если эта цель ошибочная, если цель уже не актуальная, как продавать? Ну, здесь понятно, что каждой компании нужно смотреть на реалии. И, ну, на самом деле, я на данный момент мало бизнесов встречал, для которых, если они большие, действительно большие, ситуация жизни изменилась настолько, что их стратегия и конечная цель стали, ну, абсолютно бессмысленны. То есть, все равно какие-то элементы уходят в небытие. Но конечная цель, большая цель, если она правильно сформулирована на этапе создания компании и выдерживалась до момента, когда эта компания разрослась, да, до небольших размеров, я думаю, что она вряд ли поменялась кардинально. Если кардинально поменялась, ну, здесь придется перестраиваться целиком полностью. Вопрос только, насколько менеджмент будет способен перестроиться и перестроить все процессы таким образом, что принципиально новая стратегия вообще не на другом направлении, она разворотится до 180 градусов, будет реализована. Давай с тобой возьмем пример. Тогда вот мы сейчас лидеров как бы оставим в покое, да? Как бы, наверное, временно, 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 временно. И перейдем вот к трем, как управлять лидером своей компании, вот кризис-менеджмент, да, именно вот с точки зрения команды. Тоже вот как-то мы так очень красиво перешли вот именно в управление, да? Твои рекомендации, что сейчас делать, как вдохновлять, как поддерживать, как успокаивать, что говорить, чтобы команда поняла, что вырулил, все решаемо, вопрос времени, все будет хорошо. Те, в твоем вопросе содержатся и ответы. С одной стороны. С другой стороны, ну, опять же, нужно понимать, а это точно та поддержка, которая нужна команде? Я не знаю. Или в данный момент команде нужен элемент паники, что, ребята, если мы сейчас не зашевелимся как следует, мы все просто разойдемся по домам. И непонятно, чем будем заниматься дальше, как кормить свои семьи. Для каких-то команд такая мотивация нужна. Поэтому... Ты знаешь, для меня сейчас, я просто мониторю новости каждый день, мне кажется, сейчас для всех, абсолютно для всех компаний России, вызов это производительность труда. Абсолютно. с деятельностью. Это то, чем отчасти мы сейчас, в том числе, занимаемся, именно выстраиваем эффективный процесс. Что говорить? Ну, в любом случае, понимаешь, есть эмоциональная составляющая, потому что, опять же, дети, там, всякие кредиты, ипотеки и прочее, да? То есть, с одной стороны, люди сейчас боятся потерять доход, стабильный заработок, с другой стороны, вот как, что, вот, что нужно сказать лидеру? Ну, если говорить про такую психонациональную составляющую, то, конечно, сейчас ситуация вызывает очень много разных реакций, отсроченных, скрытых реакций. И очень часто, когда мы переживаем какие-то критические события, над которыми мы не властны, да? Мы не можем на них влиять, мы вот чувствуем себя, как щепка в океане, которая швыряет из стороны в сторону. Люди склонны испытывать разные психонациональные реакции, которые они даже не всегда показывают на виду, да? Они переживают где-то глубоко внутри. И очень важно понимать, что многие люди считают, что с ними что-то не так. Ну, если со мной начинают происходить какие-то реакции, которых я раньше никогда не испытывал, потому что мы никогда не были в такой ситуации, то я склонен думать, что, наверное, что-то со мной не так. Раньше такого никогда не было, и тут вдруг какие-то реакции происходят. Лучше я об этом молчок никому, потому что, ну, что-то, видимо, да, кукушка начинает сдавать. На самом деле это принципиально важно для лидеров, на мой взгляд, донести до сотрудников, что все реакции, которые вы переживаете, психонациональные, они как раз нормальные. Ситуация ненормальная. То есть, вот этот перенос ненормальности от себя к внешним источникам позволяет избежать самобичевания, ненужных страхов, усиление тревоги и так далее. То есть, вот осознание, что со мной как раз все в порядке с точки зрения моих реакций, ну, это нормальные реакции на ненормальную ситуацию. И с этими реакциями нужно учиться работать, нужно учиться их отслеживать, принимать и, собственно, нивелировать различными путями. Это тоже вопрос психического здоровья, такого психологического и гигиены определенной психологической и так далее. Здесь нужна и гигиена информации, которую мы воспринимаем и, там, простые правила. Слушайте, не читайте на сонной грядущей кучу новостей. Потому что, начиная от того факта, что, в принципе, светящийся экран телефона перестраивает работу мозга и, в общем, нам после этого сложнее засыпать и так далее, и мозг сложнее переключиться на режим воздуха. Так мы еще и подпитываем его информацией негативной на сонной ведущей. Тут и так, в общем, за день не хватает различных тревог и проблем. То есть, простые правила такой информационной гигиены это то, что должно быть. И, очень часто, мы предполагаем, что, ну, общеизвестные принципы и факты, они же общеизвестные, на то они и общеизвестные, потому что, они их знают все и это норма. Нет, на самом деле, еще многие вещи нужно проговаривать. Нужно проговаривать и доносить их до людей. По поводу психо-национального состояния это раз. Второй момент, конечно, лидеры должны улучшать определенную уверенность в 20-шнем дне и сохранять спокойствие. Вопрос, как это делать, если у меня по природе один человек, это такая скала устойчивая, у которого всегда все хорошо, даже если подожжете здание, он будет говорить, что не переживайте, сейчас все потушим спокойно и будем работать дальше. А для кого-то, не знаю, падение плана продаж на 5% это уже паника, что человек, в общем, начинает кругами бегать и сотрудников всех истязать претензиями и так далее. Нужно, во-первых, понимать про себя изначально и осознавать, о какой же верх, и нужно понимать свою команду. То есть понятно, что лидеры, в общем-то, работая с людьми, должны уметь как минимум понимать, у кого какие интенсивные составляющие, кто как между собой взаимодействует в команде. Для этого, опять же, есть диагностика, командная диагностика, чтобы понимать команду в целом, как она себя ведет в тех или иных ситуациях, какие есть командные связи, командные роли. Мы имеем в виду, что руководители направлений и руководители отделов или главы подразделения, главный бухгалтер, финансовый директор, руководитель там, и по подразделениям пошли. Заместители, это совершенно не принципиально. Все зависит. Под командой я подразумеваю любую, собственно, группу людей, которая объединена единому руководству и общей целью. Все это вот как минимум. Все это все-таки вся компания. Нет, это больше, наверное, профанациональные команды. Это руководитель и какое-то количество сотрудников с прямым подчинением. То есть это может быть и, грубо говоря, команда топов. Это может быть первое лицо компании и группа его замок. Это тоже вполне себе по команде. Сейчас мы с тобой опять в тем. Я поняла, что эта тема бесконечная. Можно копать абсолютно в любом направлении. Знаешь, как в анекдоте? Товарищ генерал, нас окружили. Прекрасно. Можно атаковать в любом направлении. Вот мы в этой теме примерно так же. Это круговая тема, в которой можно начинать копать в разные стороны. Абсолютно. Ну, на мой взгляд, это моя такая убежденность из практики моей работы многолетней с корпоративным миром, с большим корпоративным миром. Все начинается с диагностики. Как в медицине. Я пришел, у меня болит живот. Ни один врач не пропишет мне таблетку. Ну, по крайней мере, ни один профессиональный врач не должен прописывать, я так поставлю, да, не должен прописывать таблетку просто на основании того, что я сказал, что у меня болит живот. Почему он болит? Должна быть диагностика. Выявление причин, понимание противопоказаний, там, консилиум, да, осуждение с, там, со стейк-холдерами, грубо говоря, чтобы понимать, а что же мне нужно прописать, чтобы прописать лечение. Что постановка диагноза, это как минимум 70% успешного лечения. Ровно точно так же в ВИЧАЕ. постановка диагноза и диагностика проблем в компании или диагностика, я даже не буду говорить проблем, потому что это немножко такая негативная коннотация, диагностика текущего положения вещей в компании. только при правильной диагностике мы можем простраивать путь движения вперед. Потому что, не понимая, что в данный момент происходит, где мы провисаем, в чем мы сильны, как мы двигаемся, в целом, как единый организм, мы не можем простраивать никакого движения. Ну и вот третья, завершающая, что сказать? Не переживайте, все будет хорошо. И на реактивистичной ноте.